Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Мы тут поспорили с коллегами, я сказал, вполне можно уложить всю русскую историю примерно в 14 наших получасовых лекций. По лекции на столетия, плюс немножко еще на то, что было раньше. Ну, мне говорят, быть такого не может. Ну что ж, назвался груздем, значит, полезай в кузов. Пока я грею косточки на нашей земле, где-то между Керчью и Евпаторией, здесь будут выходить мои рассказы о русской истории именно в таком формате. Одна лекция, одно столетие. Основные события, процессы, особенности героя. Сразу два замечания. Разумеется, я не могу в большинстве случаев изложить доказательства, которые меня подвели к тому или иному историческому выводу. Но, разумеется, если я что-то сказал, я это взял не совсем от барабана, а долго думал. И обоснования можно найти либо в моих статьях, ну, либо, в крайнем случае, спросить в комментариях к видео. И я отвечу. Ну, называть литературу голосом у меня чаще всего времени тоже нет. Поэтому обложки рекомендуемых книг будут появляться в кадре с подписью. Если захотите, найдете в интернете. В центре нашего рассказа будет не столько государство российское, сколько русская нация, ее жизнь, цивилизация, культура, самосознание. Впрочем, поскольку именно эта нация создала это государство, это государство должно бы, по крайней мере, в теории, обеспечивать исторические цели этой нации, то будем надеяться, что в большинстве лекций эта разница не слишком почувствуется. Итак, начнем. Древнейшей археологической культурой, с которой мы можем проследить нашу связь, была существовавшая в III-II тысячелетиям до н.э. в Бронзовом веке культура боевых топоров. Или, если менее воинственно, культура шнуровой керамики. Ее носители разводили коров, пили молоко из горшков, украшенных узорами, выдавленными шнурком. Рисовали на этих горшках солярный знак, но не свастику, а кола. Осваивали бронзовую металлургию, но дрались великолепно отшлифованными каменными боевыми топорами. Тут придется сделать замечание о том, что такое археологическая культура. Так как оно будет встречаться в этой лекции очень часто. Археологическая культура – это совокупность находок археологов, которые в пределах определенной территории и временного пласта имеют общие черты в способе изготовления, внешнем виде, способе обращения с предметами. В пределах определенного ареала предметы похожи, а за его пределами либо не очень похожи, либо не похожи совсем. Разумеется, мы не знаем, принадлежали ли создатели этой культуры к одному этносу. Говорили ли они на одном языке. Но мы можем это предполагать. Исходя из того, что в древности люди чаще всего жили достаточно замкнутыми, кровнородственными сообществами. И поэтому в догородскую эпоху мы можем гипотетически допустить, что люди с похожими вещами и похожим обращением с ним, скорее всего, имели веские основания для общности в виде родства и языка. Впрочем, иногда в рамках одной культуры мы можем уловить совершенно разные традиции. И тогда мы понимаем, что вместе жили группы разного происхождения, постепенно сливаясь в одну. Или не сливаясь, такое тоже бывало. Ну вот культура шнуровой керамики – это была культура, созданная восточными индоевропейцами лесной зоны, предками славян, балтов, ну и кое-кого из германцев. Они говорили на версии индоевропейского языка, где числительное «сто» обозначалось словом «сатам» – «сотня». И были носителями мужской гоплогруппы R1A. Этим они были похожи на своих родичей из степной зоны – индоиранцев, ариев, тоже говоривших на сатамных языках и имевших ту же гоплогруппу. И, напротив, несколько отличались от индоевропейцев Западной Европы, у которых преобладала гоплогруппа R1B, и они говорили на так называемых «кентумных» языках, где «сто» обозначалось словом «кентум», ну как «цент», «центнер» и так далее. Сегодня среди великороссов носители гоплогруппы R1A – 46%, среди малорусов – 44%, среди белорусов – 51%. То есть практически все эти люди – прямые потомки по мужской линии тех создателей культуры шнуровой керамики, которые жили в этих краях 4-5 тысяч лет назад. Мало того, треть поволжских татар оказалась носителями той же гоплогруппы, так как они происходят от носителей фатьяновской культуры, варианта шнуровой, некогда простиравшегося от Москвы до Казани. Так что известная русофобская фраза «поскреби русского найдешь татарина» оказалась правдой с точностью да наоборот. Культуры лесных индоевропейцев развивались сравнительно плавно до того момента, когда на рубеже 2-го и 1-го тысячелетий нашей эры среди них не появился некоторый агент изменений, загадочной Венеды, по всей видимости, создавшей поморскую археологическую культуру. Характерным признаком этой культуры был обычай погребать прах покойников в лицевых урнах. Эта не самая банальная культурная особенность была зафиксирована археологами у обитателей Древней Трои, у итрусков в Италии и так далее. Не менее интересны приключения имени. Энетами звали одну из союзных троянцем племен. Венеты жили на севере Италии, отсюда Венеция. Еще они жили на Дунае, отсюда Вендобона, крепость Венетов, она же Вена. Еще они жили на атлантическом побережье Галлии, и с ними воевал Юлий Цезарь. Наконец, венедами древние историки и соседи Балты звали славян. При этом между разными группами венедов существовала связь, янтарный путь, по которому балтийский янтарь обменивался на продукцию адриатических венетов, в частности стекло. Причем построенная по этому пути римская грунтовая дорога называлась Вендобонской стрелой. Можно предполагать, что стронутые разгромом в Троянской войне с места Энеты Малой Азии начали расселяться по Европе, через Италию и Центральную Европу, дошли до Атлантики. Оттуда морем оказались на Балтике. Их появление среди лесных индоевропейцев стронуло с горы камешек славянского этногенеза. Одна из групп древних лесных жителей связалась с венедами и начала отличаться от родичей по языку, культуре, возможно, и по самосознанию. Здесь, кстати, надо отметить одно любопытное и печальное, увы, явление, встречающееся в литературе. Существует довольно много исследователей, особенно отечественных, которые одержимы какой-то своего рода славянофобией, опрокинутой в прошлое. По не очень объяснимым причинам, или, наоборот, слишком хорошо объяснимым, они хотят, чтобы свидетельства о существовании славян появились как можно позже. И ожесточенно, как коршуны, набрасываются на любые факты и гипотезы, касающиеся древнейшего прославянского этногенеза. И пытаются их объявить ничтожными, фиктивными, литературными и так далее. Чаще всего то, что имеет отношение к славянам, пытаются объявить принадлежащим балтам. Выдающийся русский археолог Артемий Владимирович Арцеховский называл это «забалтыванием славян». Разумеется, нельзя впадать и в противоположную крайность. Записывать в славяне все красивое, блестящее, что плохо лежит в восточной Одере и западной Волги. Но «забалтывание», стремение затереть славян так, чтобы они были каким-то очень молодым народом, взявшимся ниоткуда в середине первого тысячелетия нашей эры, ничего общего с научной добросовестностью, конечно, не имеет. Прошло еще примерно тысячелетие, и носители поморской культуры передвинулись от моря вглубь на восток, в район Днепра, на земли, которые занимала Милоградская археологическая культура, создателями которых был интересный народ Невры. Это были тоже лесные европейцы, но они жили на границе со скифами и были их военными союзниками, хотя довольно строптивыми. Когда в скифью вторгся персидский царь Дарий, Невры, как рассказывает греческий историк Геродорт, отказались помогать скифу, сославшись на то, что вы первые начали, мол, нечего было вам вторгаться в Вавилонию, что было правда, и, соответственно, Дарий вам пришел просто рассчитаться. За Неврами ходила у соседей слава колдунов. Они якобы умели превращаться в волков. И тут мы понимаем, насколько седой древностью были воинские мужские братства у славян, которые пользовались волчьей атрибутикой, которая очень хорошо зафиксирована и в первом, и в начале второго тысячелетия. Мы не знаем, завоевали Венеды Невров, или, точнее, поморцы-милоградцев, или подселились мирно. Но результатом встречи стала зарубенецкая археологическая культура, существовавшая с III века до н.э. по I век наш. Ее характерной чертой являются железные и бронзовые фибулы, застежки для мужских плащей. Некоторые из таких фибул, найденных порой в самых далеких уголках зарубенецкого ареала, можно было достать только в дальних походах на Балканы. В связи с чем у исследователей появилось предположение, что создатели зарубенецкой культуры были известны внешнему миру под именем бастарнов. Воинственный народ, выступавший союзником македонских царей и сражавшийся с римлянами. Однако то, что мы знаем о бастарнах, говорит, что они жили на территории современной Румынии и были похожи скорее на германцев. Возможность ситуации была такой. Бастарны отправлялись в поход и созывали с собой всех храбрецов от соседей. Поэтому весь мир воспринимал всех, кто ходил в эти походы, как бастарну, хотя значительную часть составляли венеды и приносившие из этих дальних походов красивые фибулы. Так или иначе, в первом веке нашей эры зарубенецкая культура была разгромлена с сарматами, закованными в латы, степными воинами, захватившими земли скифов. Какое-то время венеды пытались приспособиться к жизни на руинах. Именно в этот момент и заметили их впервые римские историки. Вот сейчас вот мы заглянем. Венеды многое усвоили из нравов бастарных, ведь они обходят разбойничьими шайками все леса и горы между пивкинами, то есть бастарными, и фенами. Однако они скорее должны быть отнесены к германцам, поскольку и дома строят, и носят большие щиты, и имеют преимущество в тренированности и быстроте пехоты. Это все отличает их от сарматов, живущих в повозке и на коне. Это писал знаменитый римский историк Корнелий Тацет в своем трактате «Германия». Этот текст считается первым письменным упоминанием о славянах. Из него мы узнаем довольно много интересного. Венеды строили дома, сражались пешим строем, использовали щиты, они постоянно перемещались, и это поразительно коррелирует с данными, полученными современными археологами при исследовании позднезарубинецких поселений-могильников. Для них, в самом деле, для тех, кто создал эти могильники и поселения, были характерны постоянные микромиграции. То есть пожил немножко в одном месте, переместился в другое, потом в третье, но при этом совершенно не кочевник. Однако тут Венеды вытащили счастливый билет. При императоре Нероне, его сановник Юлиан, заведовавший устройством гладиаторских игр, искал необычные материалы для украшения арены и повелел восстановить гентарный путь. Балтийские Венеды и италийские Венеды снова торговали между собой. Венеды оказались втянуты в имперскую периферию, и это позволило им изрядно поправить свое положение, в том числе и материально. На месте бывшей зарубинецкой культуры оформляется культура киевская, в славянском характере которой, не сомневается, сегодня уже не один археолог. Кстати, на таком названии для этой культуры настояли археологи Украинской СССР в советские времена. Мол, если есть славянская, пражская культура, значит, должна быть предшествующая ей киевская. Потихонечку, назло москалям. На самом деле памятники этой культуры разбросаны по Европейской России, Белоруссии, Прибалтике, даже Польше, ну а не только по Украине. А самой значительной находкой является Брянский клад, который в 2010 году наша доблестная ФСБ перехватила у черных копателей и отдала в исторический музей. Самой характерной приметой киевской культуры являются вымчатые эмали. Роскошные, красочные, женские нагрудные цепи, бусы, браслеты, мужские плетки, рога для питья. Их бронзовую основу, вероятно, ковали местные кузнецы. А эмалью покрывали странствующие ремесленники из пределов империи. Производство было поставлено на широкую ногу. Из империи даже поставлялись специальные бусы с составом, подходящим для изготовления эмали. То есть долгие десятилетия археологи думали, что это вот Венеда покупали эти бусы и использовали их для этих эмали. Оказалось, что нет, что специальный материал для эмали поставлялся в форме бус. То есть очень специализированная торговая. Позволить себе такие украшения могли только обеспеченные люди. А значит, с хозяйством в эти века у славян все было неплохо. Вот благодаря этим украшениям с эмалями мы можем заглянуть в духовный мир ранних славян. Сразу почувствуется отличие от кельтов и германцев с их причудливыми фантазиями, бесконечными спиралями. Тут скорее чувствуется влияние латинской римской логики. Славянский мир строгий, стройный, геометричный, симметричный, но не сухой и не одномерный. Чувствуется стремление увидеть структуру и иерархию природы. Органическая и рациональная соединены с какой-то удивительной тонкостью. Все те же черты мы будем находить столетия и столетия спустя в славянском орнаменте. Славяно-римская идиллия, увы, длилась недолго. В третьем веке нашей эры в империи начинаются смуты и гражданские войны. А главное, славянский мир разрубает вторжение готов. Готы высадились из Скандинавии на Польском поморе, дошли до Черного моря по пути, разделившись на тервингов, вестготов и грефтунгов, остготов. Остготы поселились в Приднестровье и начали беспокоить империю сухопутными и морскими набегами. Их пиратские корабли доходили до Афин, а в 251 году в битве с ними погиб император Деций. В конечном счете римляне предпочли откупиться, выдавая готам довольно большую сумму золота. Угнанные римские ремесленники создали роскошную черняховскую культуру, которую некоторые советские археологи попытались присвоить славянам. Но нет. Увы, это типичная германская культура с длинными домами, но рассвеченная провинциальным римским шиком. Для славян начались тяжелые времена. С каждым десятилетием поселения черняховской культуры отодвигались все дальше и дальше на северо-восток, либо окружая, либо вытесняя поселения киевской культуры. Готский король Германариха из рода Амалов, проживший более ста лет, победил и покорил Венедов, и, как сообщает готский историк Юрда. Еще король совершил поход в страну мрака, запушнины и воском, и покорил народы с узнаваемыми именами – Морденс, Меренс и Мнискары, то есть Мордву, Мерю, Мещеру. Держава Германариха простиралась от Балтики до Черного моря, и от Эстонии до Прикамии. Однако гордый король слишком зажился на свете, и ему было суждено увидеть ее крах. Началось все с того, что он приказал казнить за супружескую измену женщину из племени Росомонов. Ее разгневанные братья ранили короля мечом, и он начал тяжко болеть. Услышав слово «Росомоны», мы, естественно, навостряем уши. Но, увы, больше мы о них практически ничего не знаем, поэтому беспочвенно фантазировать не будем. Слабостью дряхлого раненого Германариха воспользовался вождь гунов – Баламбер. Войска Германариха были наголову разгромлены, старый король в 376 году покончил с собой, и готы пустились в бегство, закончившееся для многих только в Испании и Африке, а по дороге разорили Рим. Гунны были во многом загадочным народом, основу которого составили могущественные кочевники хунны, некогда терроризировавшие Китай. После поражения они прошли насквозь Великую Степь, присоединили к себе некоторые тюркские и угорские племена, и обрушились на Европу с новым оружием – гунским луком, позволявшим стрелять на скаку. Для готов приход гунов был катастрофой, для славян – напротив возрождений. Когда новый готский король Витимир восстал против гунов, с ним прежде всего сразилось славянское племя антов и даже сперва победило. Но Витимир, как сообщает и Орден, в дальнейшем стал действовать решительней и распял короля их Божия с сыновьями его и с семьюдестью старейшинами для устрашения, чтобы трупы распятых удвоили страх покоренных. Заметим, ничего не сказано, что он победил Венедов в бою. Возможно, он просто заманил их на пир и там подло перебил. Так или иначе, король получил прозвище Венетарий – победитель Венедов. Но он наслаждался им недолго. В бою с гуннами он был убит в голову стрелой, пущенной лично баламбер. После бегства готов анты заняли их земли, на которых сложилась довольно богатая пеньковская археологическая культура. Многие славяне ушли вслед за гуннами в Панонию, нынешнюю Венгрию, и явно составляли там большинство населения. Римский посол Приск Панийский, отправленный к Аттеле, записал такие типичные гуннские слова, как «мёд» и «страва». Однако гуннскую альтернативу выбрали не все славяне. В это самое время в болотах Полесья начинает складываться пражская археологическая культура, принадлежавшая той ветви славян, которая и именовалась собственно славянами, склавинами, как писали имперские историки. Большинство современных славян – потомки именно склавинов. В пражской культуре поражает исключительная бедность. Никаких побрякушек, никаких украшений. Из инвентаря, по большому счёту, только большие горшки запоминающейся формы. Эта бедность привела в определённое замешательство исследователей, некоторые из которых начали говорить о том, что если славянская пражская культура настолько бедна, значит, предшествующие ей культуры не могли быть богаче. А значит, ни зарубинецкая, ни киевская культура отношения к славянам не имеет, иначе это нарушало бы логику эволюции. Но на самом деле перед нами, по сути, культура болотных изгнанников. В исторических источниках фиксируется, что, несмотря на этническое тождество, между антами и склавинами существовали всегда довольно напряжённые отношения. И современные исследователи предполагают, что началось всё именно с изгнания или добровольного ухода склавинов, не захотевших поддержать гунну. Однако именно в этом изгнании у славян формируются некоторые особенности цивилизации, которые предопределят историческую судьбу русских навсегда. Во-первых, характернейшей чертой бедных славянских жилищ полуземлянок становится расположенная в углу печь каменка. Раньше жильё обогревалось очагами, гревшими, пока горят дрова. Теперь жар от нагретых камней не проходил много часов и позволял переживать длинные суровые зимы. Подобные печи германцы ранее использовали для выпекания хлеба. Однако славяне приспособили каменки именно для обогрева жилища и для бань, тоже ставших важным элементом славянской культуры. Если камней было совсем не достать, печку делали из глинобитной. Но сам принцип, в общем-то, сохранялся. Из-за ухудшения климата в середине первого тысячелетия нашей эры печи постепенно начинают распространяться у многих народов. Но именно для славян они оказались билетом в будущее. Печь каменка позволяла выжить и жить в довольно суровых лесах восточноевропейских равни. Еще и двигаться на север все дальше и дальше, не утрачивая своей земледельческой культуры, не превращаясь в одичавших лес. Так была предопределена судьба русских как самой развитой из северных и самой северной из развитых цивилизаций планеты. Второй переворот этого периода – это начало освоения культуры ржи. Климатически неприхотливая рожа оказалась в северной зоне очень продуктивной, позволяя поддерживать полноценную аграрную цивилизацию. Ржаной хлеб, ржаной квас составили основу русского цивилизационного кода и позволили русскому крестьянину переселиться, опять же, далеко на север. Рож сеяли в поймах рек, впадающих в ледовитый океан. Возникает ощущение, что аскетизм пражской культуры, помимо всего прочего, был связан с тем, что любые излишки ее создатели вкладывали в увеличение количества детей. Иначе невозможно объяснить тот факт, что в V веке н.э. по Восточной Европе прокатилось буквально цунами славянского расселения. Причем это все были склавины, носители той самой пражской культуры. Разумеется, этому способствовал тот факт, что после Великого переселения народов Восточная Европа была довольно пустынной. Но славяне и впрямь шокировали современников своей исключительной многочисленностью. К VII веку практически все славянские культуры были модификациями пражской, за исключением разве что северной культуры кривичей, жившей между Смоленском и Полоцком. Вот она прямо продолжала разные варианты киевской культуры. Прославянская эпоха закончилась и началась, собственно, славянская. Но об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен. Субтитры создавал DimaTorzok